Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами поговорим про нормировку винограда первого-третьего года жизни с зелеными побегами. Про взрослые кустики мы совсем недавно с вами разговаривали, но теперь поговорим про молодежь. При нормировке вот таких молодых растений с зелеными побегами существует определенная классическая схема. В первый год мы оставляем один побег, его выращиваем. Осенью обрезаем его на две почки, потом из этих двух почек у нас растут два побега. На второй год мы их опять обрезаем на две почки. На третий год мы получаем четыре побега и уже используем их на плодовой стрелке, на рукава. Но достаточно часто я вам говорю о том, что виноград про наш схема вообще не знает. И растет как хочет. И почему нам важна нормировка именно в первые годы жизни? Да, мы можем идти по классической схеме, но каждый кустик он индивидуален. А еще есть особенности сорта. Есть сорта слаборослые и для них эта схема достаточно хорошо подходит. Либо есть наоборот сорта сильно рослые, для которых эта схема не подходит в принципе. Если мы ее будем применять, то такой кустик он будет жировать, то есть слишком сильно расти. У него будет плохо вызревать лоза. Соответственно он будет плохо зимовать, если вообще зимовать. Ну и мы с ними будем иметь определенные проблемы. И, скажем так, тот результат, которого мы хотим добиться от винограда, а именно получение урожая, у нас может затянуться на долгие годы. Просто потому, что мы не совсем подобрали нужный подход вот к нашему конкретному кустику. И чтобы избежать лишних проблем, чтобы избежать разочарования, чтобы не мучить ни виноград, ни себя, мы сегодня затрагиваем с вами эту тему и разговариваем про нормировку молодых виноградов зелеными побегами. И, конечно же, начинаем с самого начала, с самого первого этапа с зеленых вегетирующих саженцев. Итак, напоминаю классическую схему. В первый год у нас вырастает один побег. Ну, на самом деле, довольно часто так и происходит. Когда мы укореняем черенки, то у нас прорастает только одна почка. Ну и здесь уже мы ничего сделать не можем. Хотя я вам потом покажу пример. Реально уже на втором году, что может получиться. Ну, классика вот такая. Но некоторые черенки прорастают все-таки по-другому. Например, вот так. У нас есть два побега. Конечно, есть рекомендация один из побегов выломать. Но всегда ли это надо делать? Вот по моему опыту не всегда. Значит, на что мы обращаем внимание? Я рассказывала это вам, когда рассказывала нормировку взрослых кустов. Смотрите, как растение себя ведет. Оно всегда вам подскажет, что нужно делать. Ну вот здесь видно, что верхний побежек растет достаточно хорошо. Маленький отстает. Конечно, в таком случае его можно убрать. Но подождите, не спешите. Чуть позже я вам скажу, когда лучше это сделать. А вот посмотрите здесь. Два побега растут. Ну, плюс-минус одинаково. Не очень сильно они отличаются в росте. То есть растение вам показывает, я могу, у меня есть на это силы. Поэтому не надо ничего убирать. Если у нас два побега развиваются более-менее одинаково, вы их оставляйте. А уже смотреть будете дальше. Когда же убрать лишний? До высадки в открытый грунт я вам не рекомендую чего-то сильно убирать. Ну, за исключением, когда видно, что ну совсем расти ничего не хочет. Почему? В тот момент, когда вы будете что-то переносить, перевозить, высаживать. Побежики зелененькие, молоденькие, они достаточно хрупкие. И что-то может обломаться. Обидно? Он один, да? Красиво вы раз и поломали. Конечно, есть шанс, что пойдет из каких-то замещающих почек расти. Но, то есть до момента посадки, все-таки я не рекомендую что-либо убирать. Ну, единственное исключение может быть вот этот, я вам уже показывала. Да, все-таки очень видна разница. Вот этот хорошо развивается. А этот, ну, даже видно, что побежек какой-то недоразвитый. Вот его, да, можно убрать. Ну, можно даже не полостью убрать, а просто чуть-чуть прищипнуть ему верхушечку. Все остальное, что более-менее вот равномерное до момента высадки, мы не трогаем. После того, как мы высадили, пройдет период адаптации недели, две, три. И мы смотрим. Если у нас наша молодая растенница стоит на месте, оно не растет, особо не появляются какие-то новые листики, тогда мы можем более слабый бег убрать. И то можно его убирать не полностью, выламываясь, а прищипнуть верхушечку. Тогда все питание пойдет в более сильный, и все будет хорошо. Но у вас на всякий случай будет небольшой запасик, ну, на случай, скажем так, непредвиденных каких-то природных катаклизмов и так далее. Если же все растет, ну, так, более-менее равномерно, то пусть и растет. Вы вполне можете вырастить в первый год два хороших крепких побега. Растение подскажет, как бы тянет оно или не тянет. И лучше вырастить два побега, которые вызрют, чем один толстый жирный, который по итогу не вызрит. Ну, и все ваши старания, и кустика, кстати, тоже пойдут на смарку. А вот что точно надо убирать на вегетирующих саженцах, это двойнички. Видим, маленький побежек идет. А вот здесь почечка вторая просыпается. Раз этот побег нормально пошел расти, почечку мы эту убираем. Вот так это выглядит в более взрослом состоянии. То есть два побежка идут из одной точки. И вот этот более мелкий надо убрать. Вот смотрите, это кустик, который был посажен в прошлом году черенком, пророщенным. Видим, что у него выросло. Три побега, три. И видно, да, вот был черенок, вот был один побег, а второй раздвоился. Видите? И у меня, в принципе, получилось, можно сказать, три, ну, даже, наверное, уже плодовые стрелки. Конечно, видим, что, ну, вот, почки живут до сюда. Дело в том, что он даже особо не накрывался. Накрыли только вот здесь немножко. Все остальное лежало на земле. И, в общем-то, мне кажется, что поврежден он был больше весной. Когда были перепады температуры, вот с плюса на минус, с минуса на плюс, вот тогда чуть-чуть кое-что повредилось. Но, тем не менее, видим, да? Если он в первый год смог выгнать такие побеги, они, ну, достаточно неплохо были вызревшие, то смысл был мне в прошлом году оставлять один побег, он бы был в два раза толще, ну, просто тоже, чтобы вы увидели толщину, это не ниточки, это нормальные полноценные побеги. То вот такие сильнорослые кусты, их надо грузить, и надо давать им возможность расти. Что сейчас с ним делать, и как его нормировать? Пока я вообще ничего делать не буду, буду наблюдать. Если бы я по классике здесь оставила, ну, по две почки тоже, смотрите, вот взять вот этот побег, здесь все плюс-минус растет одинаково. На этом тоненьком, конечно, видна разница. Да, есть большая почка, есть поменьше. Ну, и здесь, здесь немножко все по-другому. Тут еще немножко куры соседские постарались, где-то грябали, где-то что-то обломали. В общем, пока я наблюдаю, единственное, вот двойничок я уберу. Вот здесь можно двойничок убрать. Дорощу их все примерно вот до такого состояния, и тогда посмотрю, насколько растение тянет, либо не тянет всю эту нагрузку. Ну, и уберу лишнее. Именно то, что не тянет, то, что будет отставше. Все остальное я не буду считать, что вот кустик на второй год, мне надо ставить на нем 4 почки. Он тянет гораздо больше, и поэтому его надо нагружать. Вот еще кустик второго года. Причем видно, да, что в прошлом году он рос вроде бы неплохо, и все у него было хорошо, но тем не менее проснулась вообще только одна почка. Ну, может быть, конечно, повторю, что куры тут ходили, кое-что пообламывали, но на сегодня мы имеем только одну почку. Поэтому и растим то, что есть. Будет появляться что-то больше, будем смотреть, наблюдать. Ну, вот здесь классический случай. Две почки, хотя видите, откуда они идут. Они идут практически со старого черенка, несмотря на то, что и лоза была неплохо вызревшая. Тут кто знает причину. Тем не менее, вот здесь классика. Две почки есть, и нам вообще убирать ничего не надо. Все убралось само. Но так бывает не всегда, даже далеко не всегда. Да, смотрите, здесь раз-два мы видим крупненькие почки. Вот там видим три. Так, и вот на этом побежике, вот было два побега поставлено в прошлом году, какая-то слабенькая. Пока что напрашивается оставить вот эти две больших. Видим тоже, в прошлом году у нас был мощный хороший рост. Поэтому здесь мы не спешим что-то нормировать, не спешим что-то выламывать. Мы еще подождем, мы еще понаблюдаем, как этот кустик будет развиваться. Ну, если картина останется примерно такой же, значит, вот эти две крупные у нас останутся. А мелочь мы поубираем. Если мы будем видеть, что мелочь начинает развиваться нормально, значит, мы оставим больше. Вот смотрите, здесь интересная очень картинка. Сейчас мы все смотрим двухлеточки. В прошлом году достаточно хорошо все росло. Вот там внизу у нас есть маленькие почечки. Потом вот у нас две хороших, больших. Причем обратите внимание, что я вам рассказывала, когда мы виноград открыли, мы специально немножечко раскопали ямки. Все-таки поздняя весна, чтобы быстрее почва прогрелась. То есть вот эти вот почечки, две красавицы, они у нас ровно уровнем почвы. Ну, идеальные для формирования в дальнейшем, скажем так, рукавов. И вот еще есть страничок. Зашла с другой стороны, и там внизу тоже есть почечки. То есть на самом деле, вот здесь картинка такая очень показательная. И напрашивать составит только вот эти две. Большие почки, а все остальное убрать. Ну, я рекомендую в этом случае даже немножечко подождать, недельки-две, и тогда уже принять окончательное решение. Что тоже видно по прошлому году, кустик рос хорошо. Возможно, мы сразу здесь сможем сформировать 3-4 побега. Но будем видеть. Если все остальное будет отставать, значит, оставим только два по классике. Смотрите, еще один такой сильно рослик. Посажен был в прошлом году нереально слабым саженцем. Буквально 2-3 листика. Это, кстати, Вэллиант. И я думала, что он не выживет. Но он не только выжил. Видим, как он рос в прошлом году. То есть вот это был основной побег. Вот какие-то он еще повыдавал побеги. И видим, сколько он почек мне. Сейчас дает много. Даже я оставляла тут больше. И смотрите, как они достаточно хорошо развиваются. Раз, два, три. Там он вообще на пасынке. Ну, здесь чуть поменьше. Вот здесь хорошие почки. Надо ли тут оставлять две? Ну, это неоправданно. Кустик прекрасно развивается. Поэтому, что можно убрать, например, сейчас. Вот совсем вот такие слабенькие почечки. Совсем малюбасенькие. Потому что мы видим разницу. И даже вот эти, вот эти я пока оставлю. Недельку-две подожду. Посмотрю, как они будут расти. И тогда уже более слабые уберу. Но я думаю, что почек 6-7. Побегав 6-7 здесь смело можно оставлять. Пусть растет. Он сам нам говорит, я могу, я хочу расти. Дайте мне только возможность. Показывала вам большие примеры. Покажу маленькие. Смотрите. Лозунька тоненькая. Да? А усыпана почечками. Смотрите. Раз внизу. А потом идет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И на этом побежечке 7. Конечно, это очень много. По-хорошему здесь, ну, одна. Ну, максимум две. Видите, вот он в прошлом году. Ну, плохо рос. На самом деле, плохо рос он здесь, потому что яблони рядышком росла. И она очень сильно притеняла. Хотя видим, да, насколько у него силы, сколько почечек он готов выпускать. То есть здесь в идеале, ну, все-таки две. Ну, хотя, может быть, и четыре. Посмотрим. То есть пока что не трогаю. Недельку-две жду. Можно убрать вот-вот. Вот совсем вот тут малю пасечку. Совсем малю пасечку. Вот эту вот совсем малю пасечку. Тем более, она как бы верхняя вроде бы, да? Должна сильнее расти. Ну, нижние растут лучше. И нам сейчас вот таких молоденьких растенец лучше оставлять, ну, более нижние почечки. Потому что видим здесь какое-то тоненькое все. Вот. Остальное пока наблюдаем. Недельки-две. Ну, и потом, скорее всего, что у нас, например, останется вот это и вот это. Ну, может быть, еще вот это. Посмотрим, как он дальше себя покажет. Вот здесь крупненький пример. Это, кстати, кадарка. Ну, я надеюсь, что эта кадарка еще не плодоносила. Поэтому сортность не подтверждена. Тоже видим, что она в прошлом году меня выгнала как у лозу. И если там я вам показывала примеры, что где-то лоза двоилась, троилась, в итоге получилось выгнать несколько побегов, то здесь был один, такой толстый, мощный. Вот. И просыпается на нем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь почек. Ну, в принципе, конечно, уже хорошо видно, что вот эта вот у нас какая-то, кстати, она дефективная, может, уже обломанная была. Ее сразу можно убрать. В идеале было бы оставить, наверное, вот эту и вот эту. Но мы видим, что хорошая сила роста. Мы не спешим. Пока понаблюдаем. Может, вот эти у нас хорошо пойдут в рост. Вот эту верхнюю можно убрать. Все-таки она сильно от всех отстает, тем более наверху. Остальные пока держим. А потом посмотрим. Может быть, мы оставим вот эти две. Вот эту и вот эту. Ну, вот эту уберем. Ну, вот, пожалуй, еще один примерчик. Такой достаточно интересный. В луночке сидит. Смотрите. Ну, два явных лидера в почечках намечаются. И еще можно было бы оставить вот эту и вот эту. Но не больше, чем остальные. А вот эти две убрать. Потому что уровень земли у нас вот здесь. Вот эту, кстати, сразу можно убрать. Так, уровень земли у нас в итоге поднимется вот так. И у нас будут идеальные плодовые стрелки. Да? Если они, конечно, выстрелят в этом году. И идеальные рукава, которые прекрасно будут вот опускаться на землю зимой. То есть здесь, ну, можно сказать, что практически классика. Хотя, конечно, надо понаблюдать. То есть два явных лидера есть. Но я думаю, что когда мы нижние почечки уберем, то и вот эти вот две, они начнут расти более активно. Это у нас второгодочка. Ну, честно говоря, в прошлом году развивался он как-то слабоватенько. Тем не менее, смотрите сейчас, какой веселенький. И сколько много почечек у него есть. Напомню, что в классике нам надо было бы его обрезать на четыре почки и выгонять четыре рукавчика. Ну, осенью я вам говорила, что я часто молодежь особо не обрезаю. Особенно вот такой вот с тоненькими побежиками. Потому что все равно там есть некоторый запас питания. И лучше я потом пронормирую почками. В таком случае растению несколько легче пережить зиму. И теперь смотрим, что у нас есть. Почек много, но видны явные лидеры. Вот это раз. Вот это два. Вот это три. Ну и, наверное, вот та. Она как бы на пасынке. Она какая-то не совсем для нас удобная. Посмотрим, может быть, у нас вот эта почечка пойдет. Было бы идеально четыре рукавчика. Но не спешим. Да, примерно вот так вот. Лидеры у нас есть. Саму вот эту мелочь мы сейчас уберем. Этих вот малюпасиков. Вот этот двойничок у нас мы его убираем. Вот этих малюпасиков убираем. Так. А вот это хорошее по местоположению, но маленькое. Убираем. Так. И вот там у нас еще на заднем плане тоже почечка. Тоже я ее уберу. Так. И понаблюдаем, как все будет развиваться. Если все будет хорошо развиваться, значит, так и будем оставлять. А там уже по осени посмотрим обрезку. Либо, если мы увидим явное отставание каких-то побегов, значит, мы слабенькие будем убирать и растить только сильные. В идеале нам, конечно, было бы оставлять почечки, которые максимально приближены вот сюда. Но видим, если вот здесь, да, я выломала почечку, она была совсем маленькая и слабенькая, то толку с нее лучше все-таки растить вот эту и вот эту, к примеру. Ну, а по этим двум, я уже сказала, посмотрим. Смотрите, это трехлетний куст. И у нас здесь всего лишь один побег, одна плодовая стрелка. Так получилось, что в прошлом году выросла всего лишь одна почка. Здесь я ничего не убирала. Просто сама по себе пошла в рост только одна почка, которая выгнала вот такой вот, я бы даже сказала, жирующий побег. Потому что на самом деле это Каберне Кертис. И для технических сортов несколько толстовата лоза. Была она длиннее. Ну, вот так получилось. Как сейчас его нормировать? Конечно, в классике надо было бы выломать все почки, которые растут ниже проволоки. Но, кстати, не особо они еще и проснулись. Вот там. Вот там есть почечка с той стороны. Дальше и не особо видно. И вот здесь раз, два, три, четыре. Ну, там, может быть, на конце пять. И вот пока что здесь я ничего не трогу. У меня есть опыт прошлого года. Я знаю, что куст надо грузить. Иначе он будет жировать. Поэтому пока что я вообще здесь жду и наблюдаю. Будем смотреть, что будет расти, как будет расти, как эти побеги будут развиваться. Конечно, пока что видно, да, разница вот в этой почке, например, в этой. Или в этой и в этой, да. Ну, очевидно. Но пока мы не спешим. Посмотрим, как это все будет развиваться. Может быть, оставим вообще все, как здесь. Так и то, что проснется ниже. В любом случае, мне потом надо отрастить как минимум еще один рукав. Чтобы он был, соответственно, я буду отращивать откуда-то снизу, если будет такая возможность. И здесь, если где-то будут почки, вот они проснутся, а растение будет нормально развиваться, значит, я тоже их буду оставлять. И здесь, поскольку, повторюсь, данному кусту нужна хорошая нагрузка. Пример следующий. Тоже трехлетка. Вот лоза прошлого года, вот эта и вот там. Напоминав классики, надо было бы все выламывать до проволоки. Но дальше у нас почечек нету. К сожалению, не очень был прошлый год, не совсем вызрела лоза. Соответственно, будем оставлять то, что здесь есть. Вот у нас есть двойничок. Вот его можно сейчас убрать. Все остальное пока что слишком непонятное. Поэтому мы ожидаем, наблюдаем, как побеги растут, как побеги развиваются. И потом уже будем выламывать по принципу слабого. Вот это кустик тоже трехлеточка, но здесь все классически. Четыре рукавчика. Дело в том, что у меня здесь два кустика. И каждый я формирую на четыре рукава. Когда-то были слабенькие, поэтому были посажены в одну яму. Ничего, им тут хватит. И вот по четыре рукавчика у каждого. И смотрите, опять же, в классике мы бы все убрали до проволоки. А здесь бы оставили почки. Но, к сожалению, у нас там почек всего лишь раз, два, три. Все, двойничок можно убрать. И дальше ничего нету. Ну, так получилось. Вот на той плоскости, в принципе, то же самое. Видим, почки заканчиваются приблизительно на том месте, где у нас привязаны лозы плодоношения. Значит, растим побежики снизу. Ну, вот пока что такая очень большая разница в росте. Там, видите, большие красивые побеги. А здесь вот идут такие поменьше. Ну, я не буду спешить это убирать. Еще посмотрим, понаблюдаем. С какую недельку. Потому что только-только у нас стало тепло. Но даже вот там можно увидеть, что, вот, видите, побежик немножко подмерз. Где-то по почве чуть-чуть шел морозик. Поэтому подмерзла. Так что понаблюдаем. И тогда уберем слабый, а ставим более сильный. Кроме того, даже если бы у меня вот там вот было все хорошо, я бы все равно снизу несколько побегов оставила бы. На новой плодовой стрелке, на новые рукава. Почему? Потому что в прошлом году был град. Град побеги побил. Да, не сильно это видно. Но, тем не менее, некоторые повреждения есть. Вот, смотрите, здесь покажу. Вот, оно вроде бы незначительное. Но, это же побег молодой, мы из него потом рукав будем формировать. Соответственно, проводимость уже будет, ну, не такая идеальная, как хотелось бы. Поэтому все равно их надо менять. То есть вот то, что снизу, вот самые большие красивые побеги. Вот их у нас раз, два, три. И два немножко прихваченные морозиком. Посмотрим, как они будут развиваться. Я так предполагаю, что они, скорее всего, у нас и пойдут на новые рукавчики. Вот. Но остальное уже будем смотреть по факту. В любом случае, кустики надо грузить. Поэтому пока что наблюдаем, как вот эти почки сверху будут развиваться. И если будут развиваться нормально, то будем их оставлять. Вот, смотрите, это тоже трехлетка. Нулевой кустик. В прошлом году смогли вырастить. Вот только два побега, как бы. Два рукава, видим, глаза толстые. Но вызрево плохо. И в итоге у нас просыпается что? Ну, вот почка, кстати, да, подмороженная. Пока не буду ее трогать. Раз, два, три, четыре. Здесь, ну и там, на том побеге вроде бы что-то. Ну, что здесь нормировать? Пока здесь нормировать точно нечего, от слова совсем. Будем смотреть, как эти почки будут развиваться. Единственное, вот двойничок. Да, видно. Вот, это мы можем убрать. Здесь вот тоже развивается двойничок. Но пока его неудобно выламывать. То есть смотрим, как развивается. Но, скорее всего, что здесь останутся абсолютно все вот эти почки. Потому что растение, видно, по лозе росло хорошо в прошлом году. И для того, чтобы избежать вот этих жирований, проблем с вызреванием, его надо нагружать. Соответственно, будем оставлять здесь все. Ну, и о формировке. Тут, к сожалению, пока вопросов особо не стоит. Будем смотреть, как эти побеги будут развиваться. Но уже дальше, осенью, будем решать, что оставлять на плодоношение на следующий год. Опять же, мы упираемся в вопрос вызревания лозы. Насколько она вызрит, там уже будем видеть. Здесь у нас тоже трехлетка. Тоже два куста в одной яме. Вот там четыре рукава на том кустике. Три в одну сторону, один в другую. Я вам их показывала на подвязке. Вот второй кустик этому кузани. Предысторию тоже много раз рассказывала. Нереально слабенькие саженцы. Там побеги были по пару сантиметров всего лишь. Вегетирующие, череночков были высажены. Два в одну яму в надежде, что, может, хоть кто-то выживет. Мало того, что они выжили, они стали прекрасно расти. В прошлом году уже дали урожай. Это был их второй год. И вот сейчас третий. Но здесь с нормировкой вообще может быть сложно. Да, конечно, вас всегда интересуют цифры. Сколько глазков оставлять. Часто в описании сорта пишут, нагрузка должна быть столько-то глазков. Ну, там, как правило, около 20. Но куст кусту рознь. И самое важное, просто прислушиваться к кусту и наблюдать. Он вам все подскажет. Можно не ориентироваться на какие-то цифры, ничего не считать. Что я, в общем-то, здесь и сделаю. Причем, смотрите, вот там внизу я специально оставляла обрезку на рожки. Потому что кустик надо загружать. Дальше вот пошел мой рукавчик. Да, точнее, это еще не рукав. Ну, мог бы быть будущим рукавом. Но, повторюсь, что был град. Где-то, может быть, вот эта лоза повреждена. Поэтому я буду пытаться сформировать новые плодовые звенья. Новые рукава. Откуда-то снизу. Оттуда их и буду выводить. Поэтому нижние я оставляю. Тем более, смотрите, они классно, хорошо развиваются. Что дальше? Конечно же, двойнички убираем. Ну, вот здесь видно двойничок. То есть, в данном случае, поскольку все равно кое-что будем менять, мы на формировку сильное внимание не обращаем. Напомню, убираем двойнички. А дальше будем убирать просто более слабые почки. Вот здесь уже достаточно хорошо видно. Смотрите, даже если бы у нас все было здесь. Вот побег. Так. Вот почка. И вот почка. Ну, очевидно, разница между ними. Да? Соответственно, зачем нам, чтобы вот это недоразумение тянуло силы, можно выломать. Причем оба. Дальше вот снизу растет. Если бы он еще был хороший, крепкий, мы бы могли его оставить. Ну, смысла нет. Смотрите, вот по сравнению. Вот. Вот. И вот это что? Ну, оба что? Идем дальше. И здесь тоже. Ну, вот этот пока что. Пока что мы оставим. Посмотрим. А вот этот оставим. Здесь у нас двойничок. Убираем. И на конце тоже недоразумение. Убираем. Конечно, вот это то, что снизу нам тоже надо пронормировать. И опять же мы смотрим силу роста. Смотрите, вот здесь. Ну, слабенькое все. Во-первых, вот эти вот явно подморожены. Мы их убираем. Ну, вот этот тоже он слабенький. Тем более, что мы должны еще учитывать место на шпалере, куда мы это все потом подвяжем. Берем, пусть не тянет силой. Здесь вот у нас обрезка на рожки. Пока что вот эти два побежика примерно одинаковые. При этом мы даже видим, что там урожай заложен. Вот этот маленький. Убираем. Здесь, смотрите. Маленький. Убираем сразу же. И здесь у нас три побега. Один хороший. Да, два. Так себе. То есть по-хорошему вообще вот эти оба надо убрать. Но смотрите, опять же, о чем мы думаем. Да, здесь вот на рожке я смотрю, есть ли у меня еще где-то внизу какие-то побежики, которые у меня потом заместят. Плодовые стрелки в дальнейшем станут рукавами. Если есть, значит можно убирать. Если нету, то даже из каких-то вот таких побежиков мы должны прикинуть, хорошо ли он удобно для нас растет. И можно ли его оставить потом на плодоношение на следующий год. То есть вот об этом моменте надо подумать. Но в данном случае смотрите, что делает этот монстр. Вот у самого основания. Так, здесь я обломала случайно. Да, уберем. У самого основания у нас растут побежики. Побежики. Вот это вот двойничок. Поэтому двойничок вламываем. А вот эту красотульку я оставлю. Потому что он, скажем так, идеален для замены. Мы поднимаемся чуть выше. Смотрите, вот здесь тоже вот этот побег. Идеально будет для замены. Он заменит вот этот вот рукавчик. Так. Вот этот заменит вот этот. Ну, а в эту сторону. Вот там тоже с той стороны целая куча побежиков. Смотрите, они еще немножко подрастут. Я выберу из них лучший. И оставлю остальные все удаляю. У меня получится идеальная замена. Поэтому здесь я смело могу выламывать. Тем более вот этот у нас. Ну, вроде есть какой-то урожайчик. Ну, не надо. Все, он нам не нужен. Вот эти пока два оставлю. Дальше посмотрю, как будут расти. Вот этот какой-то у нас не очень. Но если мы продвинемся дальше по плодовой стрелке, то они, в принципе, все примерно такого же размера. Вот этот. Все-таки уберем, он слабенький. Остальное пока пусть порастет. С какую недельку, может, чуть больше. В зависимости от погоды. И там посмотрим. Если они будут слабенькие, значит, мы их будем убирать. То есть в данном конкретном примере я вообще даже считать ничего не буду. Я просто убираю все слабенькое. Можно не за раз, можно постепенно. И оставляю все в сильное. В принципе, мы можем так теоретически и выйти приблизительно на 20 глазков. Ну, может получиться и несколько больше. Если куст тянет, значит, можно его нагружать. Особенно мелкоплодный. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды, имя, контакты. До новых встреч. До новых встреч.